Много чего можно вспомнить об эстафете за все 63 года ее проведения. Как участники упорно боролись за доли секунды, как менялись лидеры этапов и призеры забегов. Спортсмены бежали по залитому водой асфальту, а болельщики ежились в теплых куртках. И они же, зрители, подбадривали своих, загорая в футболках. Эстафетная палочка буквально вырывалась из рук и торжественно падала к ногам финишная лента. Последние два года пальму первенства новаторских забегов удерживает цех номер 16 в СМПО. Из-за плохого состояния дорог спортсмены проводят тренировки на Мельничной, в куполе возле школы 14 или по старой Нижнесалдинской дороге. Здесь, как говорится, ближе к реальным условиям эстафеты. На пятки цеху номер 16 всегда наступали легкоатлеты из плавильного комплекса в СМПО. В этом сезоне спортсмены 32 цеха сбавлять обороты не намерены. Я, как на протяжении уже многих лет, выбираю команду на этапы согласно спортивных результатов. Выиграл, заслужил, значит, по спортивному принципе. И это участвует в эстафете новатор. Какие силы будут у работников, у других цехов, мы, конечно, узнаем, может, только в день соревнования, потому что не все раскрывают, как говорится, кто побежит на любом этапе. Но все-таки мы будем готовиться, как говорится, на полную катушку. Кто из заводских атлетов войдет в состав сборной команды на майский пробег, определится на весеннем кроссе, который пройдет на стадионе «Старт» 28 апреля. А новаторские соревнования, как всегда, обещают быть зрелищными. На этой неделе члены оргкомитета эстафеты 2016 провели очередное заседание, на котором утвердили маршрут пробега, состав участников, вопросы безопасности и другие важные моменты. На сегодня оставляют желать лучшего лишь качества Салдинских дорог. Как только высохнет вода, к ямочному ремонту должны приступить работники цеха номер 19 в СМПО. Остается напомнить, что эстафета пройдет 5 мая, начало в 17.30. Маршрут эстафеты, который уже утвержден соответствующим приказом генерального директора Михаила Воеводина, остается прежним. Старт и финиш у центральных ворот парка имени Гагарина.